Здравствуйте, меня зовут Лена. Я знаю, что давно не было видео на моем канале, но я обещаю исправиться. Исправляться я начинаю с этого видео. В этом видео мы с вами откроем коробочку, которую мне прислал в подарок интернет-магазин Аморшоп совместно с Камильфо. Посмотрим, как эти гель-лаки в нанесении, и я вам покажу несложный, но очень красивый дизайн. Итак, мне прислали 8 гель-лаков Камильфо, базу и топ без липкого слоя. Сразу хочу сказать по поводу базы и топа. База очень густая, идеально для выравнивания, особенно для новичков. Я мастер с опытом, но мне все равно по душе густые базы. Эта база мне очень нравится. Сделать затек на кутикулу и боковые валики очень сложно, но при желании можно. Топ без липкого слоя. Это один из моих любимых топов. Он идеальный для пигмента или втирки. Я в своей LED лампе 48 ватт сушу его 20 секунд и втираю пигмент. У меня уже было два флакончика такого топа. Он не желтеет, сколов не дает, глянец меня устраивает. Что мне нравится в гель-лаках Камильфо серии Deluxe это то, что они имеют приятный запах. Итак, начнем. Первый гель-лак D003 белый. Кисточки у Камильфо очень удобные. Этот белый гель-лак средней консистенции. Одного слоя, конечно, будет недостаточно. Вообще идеальный белый гель-лак сложно найти. Очень часто необходимо три слоя, но тут мы видим, что двух слоев вполне достаточно. Этот гель-лак также подойдет для френча. Следующий гель-лак D001 черный. Это один из моих любимых черных гель-лаков. Он очень хорошо пигментирован. Если наносить его под пигмент, достаточно одного слоя. Если же полностью делать покрытие черным, можно нанести два слоя. Следующий гель-лак D070 светло-серый. Я бы даже сказала бежево-серый. Он очень хорошо пигментирован и ложится в один слой. Следующий гель-лак D119 лавандовый или светло-сиреневый. Очень нежный пастельный оттенок и он очень хорошо пигментирован. В принципе, на первом слое особо я проплешин не видела, но нанесем второй слой, поскольку это все-таки пастельный гель-лак. В два слоя получаем идеальное покрытие без проплешин. Следующий оттенок D032 нежнейший светло-розовый пастельный оттенок. Этот оттенок популярный среди клиентов. Он нравится даже тем, кто не любит розовый. В два слоя ложится отлично. Следующий оттенок D059 очень красивый теплый оттенок, а плотность этого гель-лака просто идеальна. Второй слой даже нет смысла наносить в один слой, мы получили идеальное покрытие. Следующий оттенок D087 насыщенный темно-красный цвет. Возможно, для кого-то он не темно-красный, а яркий, но для меня он темно-красный. Плотность этого гель-лака достаточно хорошая. В один слой, в принципе, я никаких проплешин не вижу, но нанесем второй слой, возможно, что-то изменится. В два слоя ложится идеально. Следующий оттенок D100 цвет Марсала. Кто-то называет его просто бордовым. Пожалуй, это самый популярный цвет среди клиентов и радует то, что он хорошо пигментирован. Очень красиво смотрится и в матовом, и в глянцевом исполнении. В два слоя получаем идеальное покрытие и цвет безумно красивый. Приступим к выполнению дизайна. На ноготке у меня два слоя гель-лака Марсала D100. Беру базу Камильфо и ставлю капельку. Эта база будет под стразы. И наношу средним слоем базу на то место, где будут стразики. Только желательно наносить средним слоем, а не толстым, иначе стразы поплывут. База очень густая, поэтому стразы будет держать отлично. Беру свой любимый карандашик для страз. Очень много вопросов по поводу этого карандашика. Это специальный карандаш для страз. И начинаю выкладывать стразы. Стразы выкладываю разного размера, так как, по моему мнению, так намного красивее. Выложили стразы и отправляем в лампу. База уже просохла. Теперь я беру матовый топ. Матовый топ у меня Окси Кашемир. И наношу на ноготок. Стразы я не трогаю. Возле стразы я обвожу тоненькой кисточкой. Нанесли матовый топ и отправляем в лампу. Матовый топ уже просох. Даем ноготку остыть 10-15 секунд и снимаем липкий слой. Теперь я беру белую гель-краску. Белая гель-краска у меня без фирмы. Тонкую кисть. Набираю на кончик кисти капельку гель-краски. И начинаю рисовать. Ставлю точку. Свожу в тонкую линию. И закрываю. Ставлю точку. Свожу в тонкую линию. И закрываю. Вытягиваю усики. Набираю точку. Свожу в тонкую линию. Точку. Свожу в тонкую линию. Ставлю точку. Свожу в тонкую линию. И начинаю рисовать сверху. Ставим точку. Сводим в тонкую линию. К нему же дорисовываем еще. И сводим все в одну линию. В одну точку. Другую сторону нарисуем. Ставим точку. Сводим в тонкую линию. Закрываем. И рисуем хвостик. Или усик. И наполняем. Теперь беру акриловую пудру с блестками. И присыпаю на ноготок. Финзеля я не просушивала. Присыпала и отправляю в лампу. Вот такой дизайн у нас получился. Ссылочку на материалы, которые я использую, я оставлю в описании под видео. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки. И если у вас остались вопросы, оставляйте их в комментариях под видео. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...